Леонид Николаевич, вот скоро день космонавтики. Уже исполняется 56 лет с того момента, когда Юрий Гагарин полетел в космос. И 52 года со дня выхода Алексея Архиповича Леонова в открытый космос. Я знаю, что вы снимали и Гагарина, и Леонова, и многих других космонавтов. Вот ощущение от общения с космонавтами какое у вас? Ну, первое ощущение, но незабываемое, это, конечно, это касалось Гагарина в первую очередь. И факт, что наш человек где-то там, в загадочном космосе, это было магическое состояние души. Тут примешивались и факты, что это человек, и, конечно, то, что это наш человек. Но я бы не сказал, что это чувство гордости. Чувство какого-то восторга, что человек это звучит гордо. И космонавт Гагарин, это был объект, я бы сказал, всеобщей любви, чувственности. Не даром были частушки про космонавта, хулиганские. И слово Гагарин было на экране телевизора, и люди не уставали от этой информации. Потому что все новые и новые страны оказывались во власти обаяния этого человека. Такое обаяние этого человека и ум был потрясающий. Он находил ответы, он ни разу не провалился, не опустился перед кавердным вопросом журналиста. А таких вопросов было много. Какие, например? Ну, это я не помню. У меня осталось ощущение гордости за человек, который находился. Что ответить? Он всегда оказался выше. Ну, были вопросы, но это можно было судить по... Я не был на этих пресс-конференциях, где-то в Индонезии, в Америке, в Англии, в других странах. И были подлые вопросы о вооружении, о уровне жизни, о том, как детство у вас было... Ну, они были подлыми, с подлым подтекстом. И он ни разу не позволил себя опуститься на язык этих вопросов. Он как-то был... И всегда вызывал аплодисменты. Это было удивительно. Что касается Леонова. Вы знаете, Леонов получил эстафету любви и уважения от Гагарина. Слово «космонавт» имело стартовую ситуацию, связанную с Гагариным. Первый. И Леонов тоже первый. Он, правда, первый, но в другом. Но он первый. И вот это отношение к нему, чувство восторга и уважения, это была эстафета от Гагарина. Я застал Леонова, мы общались у него дома, в «Звездном городке», и я поехал как журналист делать материал о Леонове как о художнике. И наш герой показывал картины, обратите внимание, какое состояние у него. Он первый в космосе вышел и первый рисует эту тему, видя ее в натуре. Ну, у него был учитель Скрипков, художник. Не очень красивый человек, простая деревенская внешность, но все художественные работы, которые насыщены «Звездным городком» – это дел Скрипкова. Я снимал этого человека, с ним общался, простой, открытая душа, в космосе не был. И Леонов получил первые задатки, школу прошел от Скрипкова. От Скрипкова, понятно. Я не знаю, приложил ли Скрипков руку к полотну, ну, как альбазовские ученики рисовали, а он завершал мазок и ставил свою подпись. Может быть, здесь, потому что у Леонова довольно много произведений. Они все на вот такую вот тему. Там нет человеческого лица, и рисовать прямые линии – это можно, даже не умея рисовать. Это я, конечно, не кидаю камень Леонову, избавит меня Бог. Но цветовая гамма. Наверное, так выглядит космос. Надо доверять нашему космонавту Леонову. Человек напряженный, контроль над всем происходящим чувствуется все время. Хоть мы говорим о живописи, снимаем, он слушает, но контроль идет. И это было удивительно. Я сейчас покажу на экране несколько других фотографий черно-белых. Он знает, что его снимают. Он знает. Это какие-то, где-то конец 70-х годов еще. Леонов такой здоровый, молодой. Да, но это тот же день, как цветное изображение было. И вот таких картин, вот таких фотоизображений около шести. Они поэтапно. Потому что мне казалось интересной же шлипуляции этого человека. И в этой же шлипуляции открывается маска, открывается подлинное лицо. Обратите внимание, нет эмоций. Уже тема. Все звучит содержание. Уже пошел звук. Он не оппозирует. Вот с предыдущим кадром. Я сейчас верну вам кадр. Это предыдущий. Вы увидите, что здесь. Да. И этих кадров много. Их надо искать, выставлять. Впечатления, ощущения. Но мои впечатления от «Звездного городка» связаны еще с способными ощущениями. А в чем это заключается? Когда я ехал в «Звездный городок», то моя жена говорит, «Люди, ну, у нас еще есть деньги, ну, пожалуйста, купи там что-нибудь». Там выбор товаров был другой. Продуктов, в первую очередь. Другой. Я с большими сумками шел к выходу. И охрана, которую провожала и встречала, она внимательно удивилась. Почему-то продукты какие-то, деликатесы, фрукты особые, там, сыр, что-то такое. «Звездный городок». После моих посещений в «Звездном городке» у нас в доме обязательно были гости. Ага. Понятно. А какие конкретно вы назвали сыр? А вот, может быть, связанные, может, космические даже продукты там продавались, нет? Которые в космосе? Я помню, что выбор был слишком большой, колбасных изделий. Сыры в изобилии, фрукты, которые в Москве было трудно купить. Даже на рынке? Не знаю, на рынке я не был, но там по госцене нормально, без переплаты. Сегодня одно, завтра другое. Я в «Звездном городке» был несколько раз. И на открытии памятника, и с Визирским Коумом, и Тенибековым, и с Леоновым. Много раз, ну, наверное, раз в десять. Все-таки, возвращаясь к фотографии, которая обошла весь мир, это Юрий Алексеевич Гагарин, где вы его сняли, как будто вот он летит, поднимается, не то что летит, а чуть-чуть приподнимается над землей. Расскажите историю этой фотографии. Вы знаете, по поводу Гагарина, знаете, как ни странно, мне много лет давно это было, шестьдесят первый год, я помню все по деталям. Пятьдесят шесть лет, ровно пятьдесят шесть. Все по деталям. Иду к главному. Долгое ожидание прилета. Огромное количество журналистов. Чехана забита журналистами. Я смотрю на Чехану и вижу, как черная масса журналистических братьев скопилась на передней части Чеханы. И я с ужасом думаю, что центр тяжести Чеханы может перевесить, она рухнет, давя этих журналистов. У меня в глазах подобный план автомобильных гонок в Соединенных Штатах, когда зрители влезли на осветительную мачту, и в кадре эта мачта стала валиться и падать от перевешенных тел. Погибли сотни людей, раздавленных сталью этой мачты. И то же самое, глядя на Чехану, это так звали мои коллеги, построенная специальная такую раму для кинофотобратии. Но никто не погиб, никто не упал. К славу Богу, что все там. Я выбрал другую позицию. Я выбрал позицию около красной дорожки. Представляю, что отойдет самолет, выйдет Гагарин, толпа прорвет оцепление из милиции солдат. И я окажусь вплотную с загадочным человеком, имя которого Юрий Гагарин. И я смогу близко снимать. Но когда появился самолет в небе, он сопровождался военными истребителями. МИГ-15 или МИГ-17, я не специалист. Но это, глядя сегодня на это изображение, можно сказать, что это допотопные, старинные самолеты. Это даже не МИГ-21, это МИГ-17. То есть это очень давно было. И видно на эти... У меня эта коллекция стоит из семи кадров. Она была представлена в американском конгрессе, вызвала повышенный интерес. И я могу гордиться этой коллекцией. Так вот, что касается Гагарина. Приземляется самолет, останавливается, подъезжает трап. И оттуда выходит молодой человек в шинире лейтенанта. Серебристого цвета, без волнения на лице. Он спокойно спускается по трапу и идет ровным, непарадным шагом в зону трибуны, где стоит правительство. Идет спокойно, но в то же время решительно. Я нахожусь на расстоянии, наверное, метров пятнадцать от него. Вокруг меня огромное количество людей, которые толкают и пихают друг в друга. У всех руках фотоаппараты, любительские. Ведут себя неумело. Это все не профессионалы. Я получаю удар. Кто слева, кто справа, кто сзади, кто спереди. Я автофокус на камер не был. Надо навести на фокус, да еще кадр поймать. Объектив 135 мм, довольно узкая точка зрения. Каким чудом я смог снять Гагарина на протяжении буквально двух-трех секунд, пока он шел мимо меня. Не устал удаляться в спину. И когда я смотрю на готовый кадр уже не в кадре, а в напечатанном виде, здесь вот на стене, вот он, его не видно, к сожалению. Нет, 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 двигать камеру ты не имеешь права. То есть она будет дергана, и все. Я потом могу взять эту фотографию и выставить, или ты можешь это сделать. Вы понимаете, какая вещь? Идет Гагарин шагом, и первая нога чуть-чуть каблучком касается земли, а нога задняя чуть-чуть мыском касается тоже земли. Он, как в приподнятом состоянии, он уже в лике святых. Я думаю, что какие-то силы дали мне возможность это проявить и снять этот момент. Это не я снял. Мне помогло что-то или кто-то. Не знаю как, но в этой дрочливой суматохе среди ударов снять этот кадр, да еще этот момент, невероятно. А потом были ведь, наверное, еще съемки Гагарина на других событиях, во время других событий. К сожалению, судьба не столкнула меня, но с Гагариным в этот же день я испытал судьбу, которая меня хотя бы могла изменить. И все, я испытания попал. Я попал в очень серьезные испытания. Дело в том, что когда Гагарин и вся окружающая свита в виде правительства удалилась на машинах в Москву, то все фото-журналисты, телеоператоры, кинооператоры, они кинулись по своим машинам. Бегом. И вот бежит толпа журналистов со штативами, и я очень боялся получить удар в спину острым штативом, то есть сзади меня тоже бежали. И так случилось, что я оказался около автомобиля американского журналиста, который был без фотоаппарата даже. И он предложил жестом мне сесть в его фольксваген. Я оказался в машине, и мы в потоке неслись догонять эту свиту, которая ушла далеко вперед. И он стал предлагать мне деньги. За что? Впервые я, он не наживал сумму, он вызвал из кармана пачку денег, которые я никогда в руках не держал. Зеленые банкноты. Доллары. Довольно крупные денег. И он стал мне тыкать этими деньгами в мой фотоаппарат. Я сразу подумал, что вы интересует фотоаппарат «Зенит», которым я пользовался в это время, которым я снимал. Нет, им интересовала пленка, которую я снял. Он как будто чувствовал, что там есть нечто великое, которое прославит и Гагарина, и, как ни странно, автор этой фотографии. Понятно. Я был возмущен и обижен. Я потребовал остановить машину. На русском языке я кричал к слову «Служить».